Добрый вечер! В эфире наш Кустанай. И сегодня здесь, надеюсь, вместе с вами мы обсудим вопросы социального характера. Ведь в разные периоды жизни их приходится сдавать всем нам. Это вопросы трудоустройства, дошкольного образования, льгот и социальной и жилищной помощи. Многие-многие другие. Но самое главное во всех этих вопросах вовремя получить исчерпывающий и грамотный ответ. В этом нам сегодня поможет гость программы, заместитель Акима города Кустанай Асан Курганбекович Нургазинов. Добрый вечер! Здравствуйте! Это прямой эфир, а значит свой вопрос вы можете задать здесь и сейчас по телефону 56 8492. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы сейчас спросить вас и всех наших телезрителей, посмотрите, обратите внимание на экран. У нас есть небольшой сюжет. Евгения Ермакова и ее дочь Арина сегодня каждое утро ходят на работу вместе. К 10 часам мама везет дочку на ее маленьком транспорте к няне. По-другому сегодня у них не получается. В очередь на место в детском саду Евгения записалась сразу же, когда переехала в Кустанай. Они были 2217-е. Тогда Арине было 7 месяцев. В августе девочке исполнится уже 2 года. Буквально сегодня по совету подруги посмотрела на сайте электронных услуг государственного правительства электронного. Мы 1888-е. Если вот так вот 320-330 человек в год, это еще нужно 5-6 лет, чтобы мы дошли. Да и тогда уже она в третий класс пойдет. Какой стадик! Сегодня таких мам, как Евгения, в Кустанай около 5000. Их дети в возрасте от 2 до 5 лет также ждут очереди. При этом место в очереди зависит и от года рождения ребенка. Больше всего место освобождается в младших группах. Все остальные в саду добираются. Полного набора в них нет. В этом году около 1300 детей получили долгожданное место. Из них я могу сказать, что 179 детей – это дети-льготники. Льготники по различным категориям. Это дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, это дети-инвалидов первой и второй группы, это дети военнослужащих, вы знаете, по закону, соответствующему воинской службе. Это дети-педагогов в соответствии с соглашением между профсоюзом работников образования и отделом образования. Мы детей-педагогов направляем в детские сады вне очереди, по квоте, конечно, не всех подряд. При этом каждый детский сад подает заявку на наличие мест. Согласно этому и составляются списки. В некоторых районных школах области количество мест для малышей увеличивают с помощью продления на полный рабочий день мини-центров. В городе проблему таким образом решить невозможно. В городе Кустанай мы анализировали ситуацию. Конечно же, перевезти все мини-центры на полный день, это практически невозможно по причине большой наполняемости наших школ. Ну, вы знаете, достаточно назвать. Первое – полторы тысячи детей, второе – полторы тысячи детей, третье – тысячу двести детей и так далее. Можно продолжать бесконечно, и везде это будет практически тысяча. В ожидании очереди часть родителей отдает своих чад в частные детские сады, вводит к няне и ходит по утрам с мамой на работу, как Арина. Людмила Митина спрашивает вас в связи с этим сюжетом. Скажите, пожалуйста, будут ли открываться новые дошкольные учреждения в Кустанай в ближайшее время, поскольку дефицит с этими местами в детских садах налицо? Да, это злободневная проблема, мы это все хорошо знаем, потому что я каждый день с этим сталкиваюсь, и родители ко мне приходят, и начальник отдела образования Василий Александрович Симбалюк тоже принимает родителей. Но реалии таковы, что у нас в детских садах нуждаются где-то около 8 тысяч детей, а вот как бы стоят в очереди, а нуждаются 4 тысячи с лишним, 4 тысячи 76 на сегодняшний день, насколько помню. И получается так, что 4 тысячи, если мощность среднего садика стандартного, это 300-320 детей, то получается это нужно 12 новых садов. Стоимость одного детского сада, например, вот в микрорайоне Наурас, когда построилась на 140 мест, 300 миллионов. Если на 280, соответственно, цена растет, около миллиарда получается. И получается нам нужно 12 миллиардов. Сейчас бюджет такими деньгами, к сожалению, не располагает. Но мы находим выход. В этом году мы планируем открыть 300 новых мест. Уже идут, где готовится проектно-сметная документация, где уже приступили к ремонту, то есть к новому учебному году еще 300 дополнительных мест. Ну, как бы один садик заменяем. Планируем еще открыть, уже документы готовятся, уже решение принято. Освободить военкомат, переводим в другое здание на территорию КСК, потому что у нас один детский сад. И там планируем на 320 мест с реконструкцией. Уже проектно-сметная документация, все готово. Около 517 миллионов тенге, это еще 300 мест. Но не в этом году, это, наверное, в следующий год. Потому что есть определенные сроки, конкурсы, и мы в этом плане не успеваем. Ну и, соответственно, это, конечно, и деньги. А как быть тогда с теми садиками, которые находятся в частной собственности? Есть ли возможность как-то их вернуть? Ведь это уже специализированные строения, настроенные по всем нормам. Да, но здесь есть, вот, например, Вайкомат, который мы освобождаем, тоже вроде бы специализирован, когда-то был садик. Но у нас же СНИПы и ГОСТы меняются. И вот 517 миллионов, когда стоит этот проект, это получается, мы еще 4 как бы корпуса достраиваем. А то, что вы имеете в виду те садики, которые в свое время в городе было около 77 садиков, в советское время, мы так скажем, а сейчас в городе 24. Ну, соответственно, разница количества населения там чуть-чуть упала. Если в советское время где-то 260-280 пик было, то сейчас где-то прописанных у нас где-то около 220. Но есть те, которые с деревьев приезжают, работают, квартиры снимают. Мы думаем, что это где-то 240 тысяч. Но тенденция к росту все равно есть. Есть. И эта проблема есть. И мы знаем, что эта проблема в течение года-двух не решится. Надо смотреть реально. Я очень сожалею, что не все родители могут своих детей отдать в сады. Но это реальность сегодняшнего дня. Мы все делаем для того. Из-за этого у нас охват более 90% детей, потому что в связи с открытием мини-центров. Мы понимаем, что мини-центры это приготовить ребенка к школе, но он не полный день находится. То есть родители, кто-то из родителей, родственников не могут выйти на работу, потому что должен сидеть с ребенком. Но таковы реалии. И мы все делаем для того, чтобы увеличивать. Но из 4 тысячи мы снимаем проблемы, например. В этом году, на следующий год 600. То есть надобность, потребность в детских садах есть. И она проблема всего Казахстана. Надеемся, что в правительстве везде какая-то программа создастся, где этот вопрос мы в течение 5-7 лет закроем. Выкупать частные сады, бывшие садики, невыгодно. Во-первых, они очень много перестроены внутри. Во-вторых, это все-таки частная собственность, человек деньги вкладывал. У кого-то есть желание продать, у кого-то нет. Намного лучше, наверное, новые строить. Хорошо. Ну, что касается очереди на поступление в садик, я недавно сам с этим столкнулся. У меня даже есть документ, где на очереди я стою в 603-м, согласно этой бумажке. Сегодня выходил на сайт электронного правительства уже 604-й. Но там есть, что написано, что, возможно, небольшие передвижки, перемещения из-за льготников и так далее и тому подобное. Вот в связи с этим есть люди, которые не могут себе позволить оплатить мини-центр в связи с экономическими условиями. Но семья не может себе позволить платный садик. Возможно, есть какие-то льготные очереди, куда они могут попасть эти люди. Да, ну, вот как сейчас озвучил начальник отдела образования, вот категории, вот 6 категорий есть. Это дети-сироты, дети-инвалидов, первой-второй группы родителей. Это дети военнослужащих, это дети ветеранов войны. К ним сейчас приводятся ветераны-афганцы, инвалиды войны. Потом дети педагогов и дети многодетных, то есть 4 и более детей, это льготные. И вот когда вы говорите 603, получили 604, это получилось вот из-за льготников. Сейчас очередь прозрачная, она электронная. Тем более родители, которые хотят устроиться на работу, и у них маленькие дети, они активная часть населения. Они всегда это прослеживают, смотрят, они могут даже прийти в садик и проверить. Здесь нет вариантов, что кто-то там попадает в садик, а кто-то нет. Сейчас это уже невозможно. Хорошо. Что касается трудоустройства, с этим тоже очень много вопросов. Есть определенная категория незанятого населения, да, у нас, ну, которые не трудоустроены. Но хотели бы работать. Есть ли возможность каким-то образом переучиться, если да, то куда обращаться? Ну, у нас есть сейчас программа 2020, это вот центр занятости, который вот в новом бизнес-центре находится офис. Там работают, которые этим не постараются. Они перечением занимают, которые нужны профессии. Сейчас, например, многие предприниматели, тем более вот с этой программы жилья, арендного стройка, вот в городе сейчас планируется около 16 домов заложить фундаменты, начать строить. Какая-то часть в этом году будет сдаваться. Ну, это по программе, по плану, как положено. Какая-то часть в следующие года. И получается, что нужны строители, например. Ну, взять бетонщиков, каменщиков, и все-таки каменщик требует какой-то квалификации, а здесь за счет государства человек переучивается и идет работать. Ну, и зависит от самого человека. Есть тот, кто не хочет вообще работать. Вот, кстати, в связи с этим хочу спросить вот о чем. Есть 12 официальных меморандумов, которые подписал Акимат Города Кустаная с различными организациями города, с бизнесменами, по которым те или иные люди, прошедшие переобучение, могут трудоустроиться. По поводу активного населения. Ну, государство платит 50%. 50% платит зарплату. Работодатель, например, я беру на работу, ну, какой, автомеханик. Ну, к примеру, я хочу прийти к вам работать автомеханик. Да, вот приходите, центр занятости заключает договор с предпринимателем, вот меморандум уже есть, теперь уже конкретные документы идут, как положено. 50% платит, например, государство, 50% предприниматель. Теперь только от самого человека зависит, если он ценный работник. Если он хочет получать хорошую зарплату, быть ценным. То есть дальше продолжать работать. Да, дальше продолжать работать уже без помощи государства, то только от него зависит. Понравится он предпринимателю, нет. Это тоже имеет роль, когда человек ответственный, когда он может там даже в неурочное время выйти, когда ответственный момент у этого предприятия. То тогда с удовольствием любой предприниматель за такого работника будет держаться. Но есть те, которые в одни предприятия переобучили, месяц-два поработает, на второе предприятие то там выпил, то опоздал на работу, то есть безответственно. Он приходит обратно к нам, обращается. Его такую профессию хочу, вот есть надобность, переобучиваем за счет государства. Но опять, есть и такая категория, но их не так уж много, но такие тоже есть. То есть, наверное, всегда зависит от самого человека быть востребованным. А государство все делает для того, чтобы помочь. Та же вот молодежная практика, когда студенты, только закончив свои вузы, идут на работу, 50% мы платим. Тут же зависит от студента, как он себя на работе покажет. Его же с удовольствием, тем более сейчас, когда есть определенные проблемы в кадрах в любой сфере, то всегда зависит от человека получить достойную работу и получить достойную зарплату. У нас есть вопрос телезрителя. Здравствуйте, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марина Викторовна. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Будьте так любезны, скажите, пожалуйста, вот вы поднимаете вопрос, что не хватает кадров. Дело в том, что я квалифицированный воспитатель дошкольного учреждения. Стаж у меня 17 лет. И в связи с тем, что были 90-е годы, садики позакрывались, а в общем, работы не стало. Сейчас мне 50 лет. Я не знаю, как мне устроиться в садик. Куда он мне обратился? Говорят, нету мест воспитателей дошкольного учреждения. Спасибо. Спасибо. Жилая ситуация. Да, ну здесь, вы знаете, у нас есть педучилище, у нас есть пединститут, да, то есть кадры готовят. Вот обратилась женщина, 50 лет. Да, у нас больших проблем в кадрах именно дошкольном образовании и в среднем образовании нет. Может быть, где-то когда-то возникает проблема в школах по какой-то специальности учителя. Там в какой-то школе, например, на пенсию вышел опытный физик, химик. В этом плане, конечно, есть школа. Школы в этом плане молодцы в том, что они никогда не хотят позиции сбавлять по каким-то предметам, которым школа ценится. А сейчас вот те люди, которые обращаются, хотят устроиться там юристами, экономистами или на госслужбу. В таком дефицита кадра нету. Другой вопрос – квалифицированность этого кадра. Очень большой стаж у человека, опыт. Да, но если в садах, если у нее большой опыт, она обратилась, но мы же не можем взять какого-то воспитателя, уволить, например, ее принять. Это все равно в порядке какой-то очереди нету, наверное, каких-то приходит она на работу, устраивается. То есть, если нет вакансий, то извините. Да, это проблема. Но с другой стороны, если вы говорите о том, что сейчас будет расширяться объем детей, которые могут поступить на школьные учреждения, то, возможно, есть шанс у человека. Да, но здесь возникает вторая проблема. У нас очень много детей сейчас коренной национальности. Как бы не очень много детей, а потребность этой послания президента – изучение государственного языка. Мы хотим, чтобы наши дети знали три языка. Ну, два обязательно хотим. Английский – это уже, наверное, по возможности родителей, по способности ребенка. Тоже стараемся этот момент не упускать. И получается, что раз открываются новые места, то процентов 70-80 – это открываются казахские группы. Соответственно, здесь образование нужно, которое на государственном языке. К сожалению, не может же воспитатель с большим опытом, но на русском языке, в садике, где мы планируем, чтобы дети учили и знали казахский язык, принять, например, работника, не знающий области языка. Ситуация понятна. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Меня зовут Гульхан Умирбаевна. Я бы хотела спросить. Вот сейчас говорили. Войны афганцы могут как бы относиться к льготникам, да? Я впервые об этом слышу. Я два года стою в очереди. Теперь это, если правильно, на самом деле, относится к льготникам, когда, тогда какие документы предоставить нужны и кому это все нужно? Простите, вы в очереди куда стоите? Ну, в Вороново, в детский сад. Хорошо, спасибо. Стоит человек в очереди в детский сад. Ну, вот садики же после окончания учебного года определенные маленькие, одна группа, например, уходит в первый класс. В очереди, например, стоит человек, если вы знаете проблему, 8 тысяч в очереди, на 20 садиков примерно распределим 40 детей. Ушло 20. И теперь, получается, должны быть льготники. Но здесь же есть как, группу-то принимают тем, которые 2 года, как мы группу 3 года можем принять ребенка, который стоит в очереди, если где 3 года очередь не освободилась. То есть, родители никуда не уехали, ребенок не выбыл. Или по Казахстану, или на ПМЖ там. И получается так, ребенку 3 года в очереди вроде бы стоят, вроде бы даже льготники, там их, например, 5-6 на один детский сад льготников, то они не могут попасть, вот они же говорят, освободилось место, но освободилось это для тех, кто с 2 лет идет. То есть, момент упущен получается? Да, получается момент упущен. Иногда бывает, что они очень поздно становятся в очередь. Вот когда на личный прием приходят, говорят, вот родились через год, мы через 8 месяцев. И говорю, ну родились сразу с родом, вышли, через 2-3 недели надо сразу становиться в очередь. Тогда есть возможность, но, к сожалению, вы прекрасно, я с цифрой озвучил, как бы мы ни хотели, половина детей из тех, кто родился, не попадает в сады. Потому что большой дефицит места. Потому что большой дефицит. Ну хорошо. Тогда продолжим по поводу трудоустройства и программе занятости. Рассчитана ли такая программа только на молодых людей? Или могут люди более взрослые, более старшие, которым за 35-40 лет? Категория людей именно по программе центра занятости могут обращаться любые. Там же они подразделяются на переобучение без проблем, любой возраст. А по молодежной практике уже те, кто только закончил институт. То есть мы помогаем выпускнику где-то найти себе работу. А помогаем тем, что половину зарплату платим. То есть как бы выгодно предпринимателю, любому работодателю, половину зарплаты, полный объем работы, и он половину платит. То есть переобучиться может в любом возрасте. Только единственное, в 50 лет переучиться может кому-то в этом плане тяжело все-таки. Но есть профессии, которые люди осваивают и в 40, и в 50 лет. Если она востребована сегодня на рынке, то почему бы нет? Например, мы знаем, что на некоторых наших площадках, когда сейчас начинает работать, что работодатели сталкиваются с тем, что из какой-то определенной квалификации профессии, например, бетонщика или камешек, не хватает. Ну как раз президент на это обратил внимание, что катастрофически не хватает к состоянию рабочих специальностей, рабочих рук. Но другой вопрос, ведь человек, который закончил университет и выучился, к примеру, на юриста или экономиста, две, возьму, самых распространенных профессий, ему предлагают идти работать руками, а не головой на то, что он учился. Хорошо, он согласился, но зарплата-то несоотносима. Молодой человек всегда хочет зарабатывать больше. В этом я чуть-чуть, Максим, с вами поспорю. Например, сейчас хороший сварщик-каменщик в сезон, да даже и не в сезон, они не соглашаются меньше 80-100 тысяч тенге работать. А молодой специалист, он после, например, университета идет работать, у него зарплата, сперва сразу его на службу или куда-то не берут, он идет договорником, где-то там зарплата от 20 до 45 тысяч. Тут вопрос. Тут вопрос, как договоришься, в общем, получается. Не как договоришься, а все так платят, потому что неквалифицированный специалист, он большую пользу коллективу не приносит, соответственно, его зарплата такова. Но с другой стороны, мы приходим тогда к ситуации, как называемый, мексиканский тупик, да? Без опыта нет работы, без работы нет опыта, вот и все. Ну, на данный момент, да, ну это такой спорный вопрос, на это можно очень много рассуждать. Всегда все зависит от личных качеств человека. Я так считаю. В итоге вы верите в это, да, что если человек активные жизненные позиции, целеустремлен, четко действует свои цели? Он всегда своего добьется. Лично, вот, я, насколько вот, я недавно работаю, но я до этого работал за Макимом, я знаю, что социалка это такая работа, где невозможно там посидеть в углу, как говорится, в интернете покопаться, дождаться 6 часов вечера, уйти домой, нет. У нас работа напряженная, потому что город, хоть и небольшой, но он имеет очень много проблем, тем более, сами смотрите, уже неохота повторяться, но вот эти наши работы по благоустройству, по оформлению города, все вот эти все программы, которые сейчас, вот это все требует работы ежедневного анализа, это требует оперативного вмешательства. И тут, соответственно, я никогда не возьму тех там по звонку или что, потому что если я их наберу по звонку, значит, за всех них должен буду работать я или там мой, мои начальники отделов. А объем работы такой, что нам нужны только боевые кадры, те, которые работают. Хорошо, у нас есть еще один вопрос. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это я звоню вам с Кустаная, просто у меня ребенок закончил в 2009 году в Кустанайский прединститут, училась на грант, закончила в 2009 году, проработала год в школе здесь, в городе. Потом по состоянию здоровья, нам просто у нас тяжело заболевание, типа заболевание крови, нам надо было следоваться, лечиться, и вот уже два года я не могу устроиться на работу. Дело в том, что просто ребенок учился, закончил на четверке, я была у Батимы Бакшултановны на приеме, была у Римы Бакшултановны на приеме, записалась. Мое ее резюме, это мама звонит ее, в нашем резюме лежит уже в департаменте образования второй год, и я не могу устроиться на работу. Я просто хотела вот к вам попасть лично на прием и объяснить все мои вот эти доводы. Просто специалист дома сидит с высшим образованием, математик, когда она поступала на учиться, я говорила, математик нужен всегда. А получается, что в нашем государстве, в нашем Кустанай, эта проверка не востребована. Я просто хотела бы, чтобы вы мне сказали, когда могу прийти, объяснить все мои нюансы, все мои доводы. Спасибо, вопрос понятен. Ну вот хотят лично к вам на прием. Ну, есть определенные дни приема, но я могу даже в виде исключения, это не проблема, всегда найдем. Ну, с 7 утра до 8 вечера практически я всегда на работе, не всегда бываю на месте. Ну, можете приемному позвонить, сказать, что вот такой-такой, с эфира был звонок, и я назначу время и приму, даже завтра. Хорошо. Асан Курман Бекович, у нас есть еще один сюжет, давайте его посмотрим. Сегодня Бахатгуль Кампышова одна ухаживает за 7-летним Азаматом. Единственный ее помощник – старший сын. Диагноз ДЦП младшему сыну поставили, когда ему было 8 месяцев. Тогда маму насторожило то, что ребенок не держал головку и не пытался садиться. Мама с сыном стали частыми гостями в областной детской больнице. Они проходили курс лечения, Азамату специалисты делали массаж. С двух с половиной лет у нас начались судороги. Ну, как бы у нас потом массаж, физио, это уже нельзя было делать, Азаматику. Как бы противопоказано, у кого судороги. И вот по квоте ездили в Аксай, в Алматы. Ну, там тоже как бы сильно с ним не занимались, потому что он же опять же судорожный ребенок. Тогда мама стала активно искать, где же возможно лечение. Ответ был один. Хорошая клиника по лечению нейрохирургии находится в Китае, в городе Урумчи. Тогда, накопив нужную сумму денег, около 18 тысяч долларов, в марте 2010 года они полетели на лечение. Мальчику провели комплекс процедур. Там же была сделана операция на мозг. Ребенок тогда вообще лучше себя чувствовал. Нас противосудорожные убрали, наши вот, конвулекс называется, вот наши убрали. Там были капсулки, как на травах. Вот год у нас судорог не было. Вот даже с Китая приехали, год у нас вообще судорог не было. Вот мы с собой привозили таблеточки. Сегодня лечить ребенка по квоте в Казахстане из-за судорог невозможно. Азамату вновь требуется операция в Урумчи. На этот раз необходимо чуть более 10 тысяч долларов. Два года назад отец оставил свою семью, и теперь мама не в состоянии сама оплатить лечение. Вот такая ситуация. Мама Бахетгуль, сын Азамат. И буквально вчера позвонили нашему журналисту, который делал сюжет, что мальчику вновь временно ночью стало плохо. Конечно, приехала скорая, помогли. Но по закону вроде бы и не положена помощь. Вроде бы есть противопоказания, официальные бумаги, но помощь-то нужна реально на самом деле. Как быть таким людям? И таких людей не только вот эта семья, таких людей много сейчас. Да, у нас, к сожалению, конечно, у государства, наверное, еще нет таких возможностей, чтобы без проблем любого нуждающего оплачивать заграничное лечение. Потому что суммы немаленькие. Но в связи с этим, это же как палка о двух концах. На эти деньги тратя будет страдать какая-то другая часть населения. Но я думаю, что здесь Максим, этот вопрос носит такой частный характер. И пользуясь этим эфиром, я могу одно только сказать, что, увидев этот сюжет, у нас есть предприниматели. Они достойные люди в нашем городе. И я думаю, с мир и по нитке мы можем этого ребенка отправить на лечение. И я сам вот в эфир прошу наших предпринимателей на это отозваться. Я поручу, чтобы соответствующий специалист поработал с неправительственными организациями на то, чтобы собрать деньги этому ребенку. То есть заняться именно этим вопросом? Да. Спасибо вам большое. У нас есть звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Был звонок, по всей видимости. Но поговорим о льготах. Уж коль скоро мы отталкиваемся от этого сюжета. По поводу льгот. Вот в советское время была такая брошюрка, насколько я помню, где был весь перечень льготников. То есть все в одном месте. И на какие льготы какой человек может претендовать. Есть ли сейчас такой документ? Или нужно по определенным отделам обязательно вызванивать и узнавать, вдруг я претендую на какие-то льготы? Ну, льготы чуть-чуть растяжимые. Льготы на что? Разные категории граждан. Да. Очередь на квартиру. Или очередь в детский садик. Или на получение материальной помощи. В садик уже не раз было озвучено. Я озвучу, чтобы сейчас обращались, первый раз слышу. Вот конкретно, это дети-сироты, то есть оставшиеся без попечения родителей. Это дети инвалидов первой и второй группы. Это дети военнослужащих. Это дети из многодетных семей. Это от четырех детей и выше. Это дети педагогов. И дети ветеранов войны, инвалидов. И приравненных к ним. То есть, если воины афганцев сейчас приравнены к ветеранам войны, то у них есть определенные льготы. Если в очереди, например, стоит 50 человек, и из них три льготника, то освободившие пять месяцев, первое три льготника, и потом двое с общей очереди. Зачастую, например, возьмем малоимущие семьи, так называемые, с низким достатком, люди не имеют доступа к интернету зачастую. Ну, в крайнем случае смотрят телевизор, и получается неинформированность такая. Где можно находить эту информацию? Какие приспособления? Если нет интернета, то у нас есть газета Кустаная. Может быть, она немного тиражная, как другие газеты, но именно там мы всегда освещаем именно вот эти проблемы. Вопросы. Эти вопросы, эти проблемы пишем, к кому можно обратиться, по каким вопросам. Всегда есть телефоны, то есть газета есть, интернет есть. Эту передачу по инициативе Акимовой области города мы специально открыли, вот с вами договорились, для того, чтобы вот на эти злободневные вопросы мы отвечали. И у нас нет там какой-то программы, в какой-то день выступаю я или тот. Накапливаются вопросы, что в интернете, что поступают какие-то. Да вот учебный год закончился, проблема садиков начинает возникать очень много. Мы как бы не снимаем напряжение. Напряжение как бы снять о том, что ребенок не попал в садик невозможно, но мы объясняем, почему это происходит. И подробно объясняем, что здесь нет того, что мы что-то скрываем. Мы говорим, да, 8 тысяч детей в очереди, 4 тысячи непосредственно нуждаются, и мы не можем эти 4 тысячи закрыть, они стоят в живой очереди, не попадая в сады. Но при этом 6 тысяч детей ходят сады. Скажу, как от лица общества сейчас здесь присутствующий человек, что все равно люди будут требовать с вас полного удовлетворения своих потребностей. Пока этого не будет, от вас не отстал. У нас есть еще один звонок, давайте приемлемо. Здравствуйте и добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут, представьтесь. Ерлан, я только закончил школу и хотел бы знать, какая работа требуется спросом, профессия требуется спросом у нас в Кустаная, чтобы, как говорите вы, не переобучаться в последующем. А вы сами не проводили такой мониторинг, Ерлан? Газета Шанс звонил, и, к сожалению, сетевой маркетинг 50%. 50% что? Я не наслышал вопрос. Я думаю, что по поводу 50% доплаты, насколько я услышал, какая специальность востребована? Нет, я могу несколько, потому что около 150 профессий, которые отдел занятости у нас занимается, а центр занятости около 75. В принципе, они все работают. Это автомеханики, каменщики, бетонщики, автоэлектрики. Но здесь он должен обратиться в центр занятости. В центр занятости. Да. Ему там подробно объяснят, все покажут. Вот там пылинки сдувают с клиента. Там сидит 20 квалифицированных работников. К сожалению, сейчас там, не к сожалению, а может быть, это хорошо. Там нет такой очереди. Мучается человек. Приходит, всегда есть свободный стол, где подробно все объясняют. Хорошо. И никакого сетевого маркетинга. И никуда. Самое главное. Еще одна проблема молодых семей, так сказать, ну не только молодых, да, семей. Это квартирный вопрос, так называемый. И вот здесь хотелось бы спросить у вас о жилищной помощи. И в связи с этим есть вопрос, адресованный министру труда и социальной защиты населения, на который ответил, я сейчас скажу как, министр. Есть ли какая-либо социальная программа, помогающая молодежи в приобретении жилья? Потому что наш средний заработок не позволяет оформить ипотеку, спрашивает некий Алексей. И министр, отвечая на этот вопрос, заканчивает следующим. В связи с более подробным разъяснением вы можете получить в Экимате по месту жительства? Если это молодая семья, то сейчас в правительстве разрабатывает программу в связи с посланием президента, доступное жилье для молодых семей. Оно уже в первых числах Юлия примется, потому что под это выделяются деньги на строительство этого жилья. И уже документы, ПСД, все готовится. То есть это не слова, это уже процесс тот, который уже все идет. Я могу только объяснить то, что молодая семья это до 29 лет категория имеющих детей. Под это попадает любая категория. Если до этого были категории по госпрограмме что-то, там обязательно бюджетники, соответственно льготники, бюджетники, госслужащие, то под эту категорию попадает любая молодая семья с любой профессией, где бы он ни работал. На частной фирме, на себя работает или работает в госструктурах. То есть это одно. Но второе это арендное жилье. Там определенные это госслужащие, это бюджетники. То есть это приоритеты свои в этой программе, да? Да, ну и там, и там жилье одинакового класса, одинакового арендного оплаты, просто вот для молодежи дается больше. То есть молодежь уже до 29 лет, он же уже не в общей очереди же. Он идет уже, у них шанс есть, вот сколько будем возводить жилья, столько. А эта программа до 2020 года. А в чем льгот это получается? Льгота получается... Денег у людей не хватает, чтобы купить вот так взять и выводить. А арендное же не надо покупать. Вот, конечно, человеку молодой семье, двухкомнатная квартира в пределах 50, 40, 50, 60 тысяч долларов, это 9-10 миллионов, невозможно найти, да? А вот ежемесячно выплачивать 9 тысяч тенге государству. 9 тысяч тенге? Да, за двухкомнатную квартиру. Помимо коммунальных услуг, семья-то, молодая семья, двое работают, даже один работающий. Может же себе этого позволить? Ну, это не такая большая сумма, это не 60 тысяч. Так это выход из... даже нет, я даже могу ошибаться, точно не знаю, к этому вопросу я мог тщательно приготовиться, но люди могут обратиться, им все разъяснят в ЖКХ, в отделе жилья. Там, вроде бы, однокомнатная 3 тысячи, двухкомнатная 5 тысяч, трехкомнатная 9 или 5-7-9, ну... Ну, в общем, не такая неподъемная сумма. Нет, это подъемная сумма. Если взять, что средняя зарплата у нас 60-70 тысяч тенге и 9 тысяч отдать на жилье, не проблема. В той же Германии человек зарабатывает полторы тысячи евро, 600-700 евро отдает за аренду квартиры. И никаких ограничений, помимо того, что это молодая семья, нет? Нет, никаких ограничений нет. Молодая семья до 29 лет, если они стоят в очереди, и у них есть дети, то, согласно очереди, они получат. Президент эту программу делал для того, чтобы закрыть эту проблему. Ну, совсем немного времени остается, но очень много вопросов. Хотелось бы сейчас коснуться быстренько летнего отдыха. Ведь сейчас лето на дворе уже целый месяц практически прошел. И очень много родителей хотят отправить своих детей в лагеря. Ну, лагеря, как таковы, я точное количество мест сказать не могу, потому что лично на территории города у нас нет, как бы... Но есть в пригороде. Да, есть в пригороде. Ну, мы, например, детей малоимущих семей, которые по документам все подходят, и еще желающих, потому что есть малоимущие, которые не желают в лагерь ехать, а всех желающих, это где-то около 350 детей, это 7,7 миллионов было выделено, они все у нас, то есть у нас даже нет ни одного ребенка, который имел бы право поехать, согласно, и не поехал, нету. То есть кто пожелал? Это бесплатно за счет государства. Это бесплатно за счет государства. Вот за эти 7,7 миллионов тенге, 7 миллионов 700 тысяч тенге мы отправили всех. Потому что на это не проблема нам, если вдруг появилось еще 10 детей, мы добавляем эти деньги в бюджет и отправляем этих детей. Другое дело, те дети, которые в городе, у нас при каждом, где есть, да, в каждой школе практически есть у нас как бы летний лагерь, где детям, если дома скучно, они приходят со своими жировесниками не учиться, а вот играть в шахматы, шашки, волейбол, футбол, где есть спортивные площадки на территориях школ. То есть их занимают, конечно, они платят определенную сумму, в школе их кормят, в школе за ними смотрят педагоги, вожатые, то есть детям есть куда. А те, кто позволяет там себе, отправляют детей в лагеря уже за пределы города. Это вопрос индивидуальный каждой семьи. Да, каждой семьи. Такое остро не стоит, что вот детям никуда ехать. Но другой вопрос, это условия сейчас предоставляемые теми иными лагерями, и вопрос безопасности детей. Ведь родитель, отправляя своего ребенка, он должен знать, что ребенок в безопасности. Что сейчас участились случаи, что дети просто тонут? Я бы хотел обратиться к родителям и вообще, и к детям тоже, в том, чтобы быть осторожнее. Это не сколько детей отправлять в лагерь. Например, в этом году нет ни одного случая, чтобы ребенок, который отправили в лагерь, утонул. А есть случаи, когда с родителями пошли к водоему, и ребенок утонул. Это надо всегда обезопасивать себя. Это надо всегда ходить. Если ходить купаться, то у нас, помимо, есть пару частных пляжей, это Ахшанрах, Малибу, и есть городской пляж. То ходить надо купаться там, где есть квалифицированные спасатели. Где на городском пляже курсируют со спасателями лодка за буйками, предупреждают людей. А некоторые идут же отдыхать там, как дикари. То есть идут отдыхать дикарями. То есть не в общем пляже, где-то найдут местечко, но тут-то нам уже тяжело отследить. У меня просьба, чтобы за этим следили. Все-таки, хотя по сравнению у нас ничего не поделаем, мы статисты, мы сравниваем с прошлым годом количество утонувших и взрослых, и детей. И в этом году динамика пока в минусе мы на сегодняшний день, по сравнению с на сегодняшний день прошлого года. Но на это упывать нельзя. Нам не хотелось бы вообще детей терять, чтобы они тонули. Хорошо. Ну вообще время у нас не осталось. Я знаю, что вы, последний вопрос, что вы занимаетесь вопросом организации Дня города в этом году. Непосредственно. Да, деньги. Вы связаны с ним. И такой короткий вопрос. Просто можете приоткрыть завесу тайны, кто к нам, возможно, приедет? Я могу сказать одно, что приедет, это уже договоренность есть, это приедет, будет товарищеский матч между ветеранами кустанайского футбола с ветеранами Спартака. Это будет 24 августа. Я могу конкретный срок сказать и сказать время, что это будет. Или 18, или 19.00. Это посмотрим по погодным условиям. Ну и это даже не так важно. 18.00-19. Насчет российской артиста или артистки, звезды, ничего не можем сказать. Не хочу ничего озвучить, потому что, когда нет железной договоренности, как мы говорим, когда уже произведена какая-то оплата, то только тогда. Ну, нового в городе в этом году будет, совсем по-новому будет День города проходить. Это будет карнавальное шествие, где-то минимум полторы тысячи человек. Это от вокзала будем идти к площади обла Акимата, где будет представлено очень много костюмов. Это не будет такое дежурное явление. Это не будет какой-то марш. Это будет настоящий карнавал, только он будет чуть-чуть от бразильского отличаться тем, что здесь будут выходить предприятия. Кто-то там со своей продукцией, кто-то оденет оригинальные костюмы. То есть это будет весело нашим горожанам. Тем более мы собираемся еще в этом году в сити-центр ставить этногородок. Это не что-то такое, там чуть-чуть на столе какие-то. Нет, это будет 9 национальных центров. Я не хочу время вашей задержки. Я каждый из них сказал бы, которые выставятся полностью. Это будет русская изба, это будет украинская хата, это будет казахская юрта с полной утварью, со всеми, что полагается этим национальностям. И это будет интересно. И все будет в костюмах, это будет полу-театрализовано. То есть горожанам в дни города 24-25 августа я всех приглашаю, приглашаю участвовать. Мы готовы даже принять заявки от любого предприятия, который готов идти в карнавальном шесте со своими оригинальными костюмами. Мы будем только этому рады. Спасибо. Спасибо огромное. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был заместитель Акима города Кустаная Асан Курганбекович Нургазинов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин